Компания «Виплей» организовывает уже четвертый оффлайн-турнир, крупный международный. Предыдущий у нас был буквально месяц назад в Буковеле, куда приезжали команды сборные со всего мира. Сейчас у нас также выступают команды не только из СНГ, но и из Европы, Америки и даже из Азии. Поэтому можно сказать, что действительно мероприятие не только в нем участвуют мировые команды, но и смотрят его по всему миру. Трансляция идет на трех языках – на украинском, на русском и на английском. И транслируется в интернет, естественно, через множество каналов. И даже, если мне память не изменяет, один ТВ-канал спортивный тоже у нас забирает эту трансляцию. Икспорт, да. Главный приз составляет 300 тысяч долларов. Ви Плей Мерчендайз – это компания, собственно, из холдинга Ви Плей, которая занимается пошивом мягких игрушек по играм и также мягких игрушек, связанных с организациями, которые присутствуют на киберспортивной сцене. Такие, как Virtus.pro и Na'Vi. Вот здесь наша турнирная платформа организовывает игровую зону для аматоров. У нас здесь нон-стоп на протяжении всего ивента идут турниры для ребят, которые хотят попробовать себя в киберспорте. То есть такое настоящее мини-соревнование. Здесь и в игре один на один каждый может проявить свои личные умения, показать класс. Мы спонсируем сами призы на эту игровую зону. Первый тур – это все желающие борются в одном турнире. Потом чемпион попадает в финал чемпионов. И чемпионы… Да, вот. И кто-то из этих ребят сейчас выиграет эту мышку буквально через сколько? Сколько? У нас на турнирной платформе уже 100 тысяч зарегистрированных пользователей, которые играют аматорские турниры. В целом на ВИПлее, если я не ошибаюсь, порядка полумиллиона регистраций. Организовать на стадионе не проблема. Собрать зрителей достаточно. Вот это уже вопрос. В Украине мы физически пока что, к сожалению, не наберем столько людей. Когда киберспорт станет таким же популярным, как тот же футбол, тогда без вопросов. Пока что, да, мы сможем собрать несколько секторов. Там придет пару тысяч человек, возможно. Но для того, чтобы выйти на международный уровень, когда в Украину еще и начнут приезжать туристы из других стран, вот как было на евро, скажем, да, это, кстати, вполне реально. Просто нужно выйти на тот уровень, который возможен только с очень хорошим опытом, с хорошим бэкграундом у компании-организатора. И когда ей доверят такое мероприятие, потому что разработчик игры, издатель точнее, он регулирует то, кому позволено проводить эти мероприятия. Выглядит для зрителей как будто бы реально в каком-то футуристическом городе проходит это соревнование. То есть она все в динамике, и те, кто смотрит эту трансляцию, им, наверное, сложно отличить, где заканчивается сцена и начинается бэкграунд. О! Сейчас показывают на экране вот эти ребята, которые сейчас сидят справа. Вот камера на них наезжает, вот они в этой правой стороне. Вот, они сейчас выбирают героев, которыми они будут играть, и после этого будет начинаться непосредственно сама игра. Вот это стопот Миракл, который поет. Ну и на самом деле разобрали.